Литература Веда Литература Веда Литература Веда Литература Веда Литература Веда Литература Веда Нет, не нужно. Дело в том, что эмоциональное впечатление, понимание картины складывается в основном в тот момент, когда вы ведете с этим произведением такой достаточно продолжительный диалог. Еще один важный момент. В музеях далеко не всегда ответственно подходят, например, к тому, чтобы нужным образом картину повесить, нужным образом ее высветить. Особенно часто это встречается в русских музеях, потому что у нас работают не художники по свету, по большей части осветители, которые направили луч на картину. Но в итоге большая часть картины засвечена, и что с этим делать, вообще непонятно. Из-за того, что картина не видна, соответственно, теряется и впечатление от нее. Здесь за примером далеко ходить не нужно. Яркий пример — это то, что, например, происходит в Эрмитаже с возвращением блудного сына. Потому что единственный нормальный вид на эту картину вы имеете только с советской лестницы. Если же вы подходите в сам зал Рембрандта и стоите перед картиной, вы понимаете, что вся верхняя ее часть оказывается в засветке, потому что она висит просто прямо напротив окна. Княжна Тараканова в Тертьяковской галерее примерно похожая ситуация, потому что просто лучи направлены на картину. Она очень давно не реставрировалась, там уже постаревший лак. Из-за этого большая часть картины тоже оказывается в засветке, в провале. И, соответственно, воспринимать ту информацию, которую вы можете увидеть на картине, становится достаточно сложно. Нужно понимать, что каждый художник, когда он создавал то или иное полотно, он также думал о том, как на это полотно нужно смотреть. Вот мы сегодня с вами об этом поговорим. Поговорим на примере Микеланджело Меризи де Караваджо, потому что ему, в отличие от очень многих других художников, повезло, потому что многие его работы по-прежнему находятся в тех местах, для которых они изначально предназначались. В этом и прекрасен город Рим, что ты можешь просто идти по городу, зайти в любую церковь и увидеть оригинал Караваджо. Без каких-либо проблем. Причем художник сразу понимал, как должна быть выстроена композиция, с какой точки вы будете смотреть, как должна быть картина высвечена, для того, чтобы производить наибольший эффект. И это несравнимо, естественно, ни с чем. В естественной среде обитания, если можно так выразиться. Да. То есть то, как и задумывал автор. То есть вот яркий пример, допустим, с тем же самым Эдвардом Мунком. Не так давно в Москве была его выставка, кажется, в 18-м году или в 19-м, сейчас точно не помню. И проблема основная состояла в том, что да, как бы по композиции все было достаточно неплохо, неплохо рассказывалась его история, но того впечатления, которое хотел произойти сам Мунк, вы уже не получите никогда. Потому что, во-первых, собрать все его работы, которые были представлены во фризах жизни, сейчас не представляется возможным. Это слишком долгие договоренности. Часть из них находится в частных коллекциях. Часть разбросана по другим музеям. Поэтому создать вот ту экспозицию, которую хотел создать Мунк, представляя свои фризы жизни впервые на публике, сейчас уже, если невозможно, то крайне-крайне тяжело. Мы попробуем с вами, естественно, посмотреть на то, как создавались отдельные картины. Хотел бы начать я с Рембрандта Ван Рейна. Почему? Потому что, во-первых, Рембрандт один из моих любимых художников. Это тот человек, благодаря которому я, тот художник, точнее, да, благодаря которому я вообще, в принципе, научился смотреть на картины, который в свое время меня, чем больше я изучал его биографию, чем больше я знакомился с его работами, тем больше меня поражало то, что он на самом деле делал. То, как он это делал. И хотя понятно, что сейчас многие картины Рембрандта, ну, уже не производят того эффекта, либо потому что они очень сильно пострадали от времени, яркий, или от вандализма. Яркий пример — это Даная. Картина была, по сути дела, уничтожена, да, сейчас ее восстановили, и спасибо за это огромное реставраторам, то, что они действительно не стали переписывать Рембрандта, то, что они максимально стремились его сохранить. Но все равно картина уже совсем не та, что была представлена раньше, до того момента, когда на нее было совершено покушение. Тот же пример с «Ночным дозором» Рембрандта, потому что в определенный момент картина не вписывалась в рамки, которые были для нее отведены, поэтому, ну, полотно просто обрезали. Ну, а что нет? Когда да. Вот. Плюс потом еще была неудачная реставрация, из-за которой картина потемнела и вообще превратилась в «Ночной дозор», потому что до этого момента «Ночным дозором» она никогда не была. Это название Рембрандт ей не давал. Соответственно, мы сейчас понимаем с вами, что все равно перед нами лишь осколки, да, от того, что было представлено публике изначально и от того замысла, который у Рембрандта был. То же самое, как, например, с возвращением блудного сына, потому что изначально картина была не закончена, но для того, чтобы ее получше продать, ее решили дописать. И дописали. Поэтому верхняя часть, да, это вообще не работа Рембрандта, это просто вот работа уже других художников, которые жили после его смерти, и сделано это было для того, чтобы, ну, хоть какие-то деньги за эту картину выручить. Опять же, здесь вопрос ценообразования искусства, потому что картина, которая сейчас стоит, ну, я даже не берусь сказать, сколько там десятков миллионов долларов, да, она может стоить, потому что это одно из самых известных полотен Рембрандта, но в тот момент, когда Рембрандт уже умер, его продавали по дешевке. Так, в общем, с искусством бывает достаточно часто. Давайте рассмотрим с вами, наверное, с первого примера оригинал картины, о которой мы сейчас будем с вами говорить. Он выставлен в Эрмитаже, в Санкт-Петербурге. Очень часто экскурсоводы проходили мимо этой картины, хотя, на мой взгляд, она как раз достойна очень-очень большого внимания. Дело в том, что Рембрандт он сам из Голландии, точнее, северных провинций, соединенных провинций Нидерландов. Нужно понимать, что в тот момент, когда рождается Рембрандт, Голландия ведет, в общем, очень упорную войну, борьбу за свое существование. Это противостояние между протестантами и католиками. И, естественно, религиозные темы в протестантских странах не были настолько популярны. Почему? Потому что считалось, что религиозная тематика так или иначе связана с идолопоклонничеством. В тот момент, когда настоящим образом является только Библия. Все остальные образы, созданные на религиозные темы, это уже что-то не то. Понятное дело, что в большей части популярны были, например, портреты или бытовые сюжеты, что в основном и доказывает нам золотой век живописи Нидерландов. Но при этом Рембрандт все время обращался к библейским мотивам и все время обращался к Ветхому Завету. Делал он это, по большей части, для себя. Потому что Рембрандт один из тех художников, который при всей своей безбедной жизни, а в начале своего становления он был очень богат. Он действительно владел собственной студией уже в 27 лет. Он покупает огромный особняк в Амстердаме, который на тот момент уже является одним из центров изобразительного искусства. И сейчас возник логичный вопрос. У нас с вами давно уже запечатлен такой миф, на самом деле, созданный 19 веком, о бедном художнике. И о том, что вообще художники чаще всего прозябали в нищете. Если вы думаете, что художники чаще всего прозябали в нищете, не знаю, скажите об этом, например, Микеланджело, который получал за свои картины, в общем-то, очень и очень и очень хорошие деньги и всегда был обеспеченным человеком. С Рембрандтом примерно та же самая история. Это человек, который не просто поддерживался семьей в своем стремлении стать художником. На тот момент быть художником в Голландии это очень почетно. Почему? Потому что есть огромный спрос на картины. Спрос по большей части бытовой. Яркий пример. В родном городе Рембрандта, в Лейдене, в определенный момент после смерти Мельника, Мельник это не самый состоятельный класс, просто такой средний класс, после его смерти было продано больше 36 картин, которые просто украшали его дом. Причем это все были картины, как бы сейчас говорили, первой величины, потому что речь идет о золотом веке Нидерландов. Голландцы вообще очень любили покупать не только портреты, но и бытовые пейзажи, которыми увешивали буквально все стены своего дома. Дело в том, что действительно, например, та же самая штукатурка, она часто трескалась, переделать ее постоянно было достаточно дорого, поэтому, например, на месте трещины иногда было проще повесить картину. Поэтому, если вы заходили, например, в Голландский дом на образце 17 века, вы могли увидеть стену чуть ли не полностью от начала и до конца, увешанную картинами. Это было абсолютно нормально. Спрос на работы Рембрандта был огромен во многом из-за того, что он полностью поменял представление о реализме в живописи, и в частности, о реалистичности портрета. Рембрандт не только мастер композиции, он мастер в изображении эмоций, поэтому люди на его портретах получались не картинными, прилизанными, они получались живыми. И в определенный момент именно это приносит художнику огромную славу. Но даже несмотря на то, что ему можно было бы писать только портреты, на этом больше уже ничего не делать, Рембрандт мечтал о славе немного другой. Дело в том, что на тот момент один из самых популярных художников это Рубенс. Но Рубенс находится в Южных Нидерландах, то есть в Бельгии. И вообще так или иначе относится к католикам. И один из главных запросов среди протестантских стран, в том числе среди Соединенных Провинций Нидерландов, был вопрос на то, что разве мы не можем родить своего? Почему у нас нет своего Рубенса? И Рембрандт, который бредил Рубенсом, он действительно считал его великим художником и считал по праву. Он учился очень у Рубенса многому, в том числе мастерству и колориты, использование цветов, и композиции. Решает создавать свои ответы. И в том числе касается религиозной темы. То, что вы видите сейчас, это Афорд. Афорд, снятие с креста, тема страстного цикла. Опять же, это то, что Рембрандт создает по большей части для себя. Самое интересное, что именно к теме снятия с креста Рембрандт подходит, скажем так, внимательнее всего. Он рассматривает всю эту сцену совершенно с разных сторон. То есть вот Афорд, первый. Дальше есть похожая картина, я, к сожалению, не нашел ее в хорошем разрешении. Она представляет ту же самую сцену, но под другим углом. Та же самая композиция, ну вот фактически зеркальное отражение. Что у нас есть дальше? Это вот 1933 год, Афорд. А есть вот эта картина, которая как раз хранится в Государственном Эрмитаже. И интересно то, как здесь решен вопрос с кадрированием. То есть смотрите, если мы смотрим с вами на то, что происходит здесь, мы видим с вами, соответственно, потоки света, которые проливаются на тело уже умершего спасителя, которые снимают с креста, мы видим, какое внимание Рембрандт, например, уделяет всей истории о том, что тело именно снимается с креста. То есть посмотрите, видите, фигура, которая находится наверху, на мере вытянутый крест, падение лучей, и как бы тело спасителя находится только внизу, оно как будто оседает. Нам становится понятно, что это тело безжизненное. Все движение у нас устремлено вниз, и не случайно там вот внизу, одним из центров композиции, является площадница, в которой, в общем, и будет завернуто тело Христа. Когда же мы смотрим с вами на эту картину, мы понимаем, что здесь все выстраивается уже немного иначе. Здесь у нас практически не видны эмоции людей, которые находятся на этом полотне. Они все поглощены только одним. Это как раз снятием спасителя. Когда мы видим с вами эту картину, она выстраивается уже совершенно по другой специфике. Почему? Потому что здесь в центре находятся именно эмоции людей. Здесь, к сожалению, у нас нет возможности приблизить детально, вам это все показать. Вот. Можно поехать в Эрмитаж, вот, в Эрмитаж подойти к этой картине и напрямую все рассмотреть. В чем интересно композиционное решение? Рембрандт – человек очень образованный. Можно сказать, что, в принципе, один из самых образованных людей своего времени, который огромное внимание уделяет науке. Опять же, Рембрандт становится очень известен в Амстертаме в тот момент, когда он пишет свою первую такую большую известную картину. Это урок анатомии доктора Тульпа. Любое полотно, и чем оно интересно, да, и вообще любая картина, это еще и отражение своей эпохи. Когда мы с вами начинаем вдаваться в детали, мы понимаем, что интересовало людей того времени и почему они изображали именно подобные сюжеты. То есть сейчас вряд ли какой-то художник будет изображать вам анатомический театр, да, потому что, ну, в анатомический театр ходят уже только специалисты, да и то не всегда. Это в основном касается исключительно людей, которые занимаются медицинским образованием. В Голландии 17 века все совершенно иначе, потому что все анатомические театры действуют открыто, туда может прийти любой человек. А не просто любой, туда стоят очереди. По той причине, что вскрытие трупов являлось раньше чем-то запретным. А в Голландии это разрешили. И не просто разрешили, это считается научным приобщением к тайне человеческого тела, к тому, что вот что мы можем достичь при помощи науки и, соответственно, при помощи искусства. Когда мы смотрим с вами на картину рок-анатомии доктора Турпа, мы понимаем, что центральную часть там занимает, что это препарированная уже рука умершего. Не будем забывать, что рука является одним из ключевых символов в изобразительном искусстве. Наверное, самый яркий такой момент в подобном проявлении это центральная часть Сикстинской капеллы дал как раз сотворение Адама и вот тот жест, когда Бог протягивает руку Адаму. При этом, опять же, сам Бог будет представлен в виде по-хорошему среза головного мозга человека, потому что это будет идти через воплощение начала разума. Это такая идеальная картина эпохи Возрождения, что на самом деле да, Бог не познаваем, но как мы можем к нему приблизиться? Мы можем приблизиться к нему при помощи разума. Когда же мы говорим с вами о том, что делает Рембрандт, он показывает вам строение человеческого тела и показывает, а вот из чего происходит рука, то, что мы можем вникнуть почти в каждую деталь, в каждую тайну Божьего творения и через это уже создавать что-то свое. Анатомия для Рембрандта это не просто наука, это то, что позволяет ему намного точнее изобразить реальность, точнее, чем любой художник, который был до него. То же самое с композицией. Когда мы смотрим с вами на композицию этой картины, мы понимаем, что условно она вписывается в треугольник. Видите, по пятнам света, если мы идем от тела спасителя вниз к площади, и вот у нас получается с вами композиция в виде треугольника, где находится вся центральная часть. Равносторонний треугольник во времена Рембрандта это тоже не такой простой символ. Это символ треединства Бога, символ разумного понимания религии, сочетания с одной стороны знаний и разумного восприятия реальности христианства. Нужно не забывать, что во времена Рембрандта неверующих людей практически не было. То есть реальность Библии, она, да, как бы так или иначе в какие-то моменты могла подвергаться сомнению, но отрицать ее никто не собирался. Это была реальность, в которой жили практически все люди. Символ треединства Бога, равностороннего треугольника, который выражен в данном случае в подобном образе, это символ соответственно соотношения Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа, которые являются в равной степени едины. Но мы смотрим с вами на то, как в данном случае ведет наше внимание художник. Снова обращаем внимание на первоначальный оформл. Здесь все сосредоточено на кресте и на той истории, что спаситель уже мертв. Здесь все сосредоточено на световых пятнах. Снова. Рембрандт играет со светом, играет очень умело. Он показывает вам, что в руке мальчика находится фонарь, который дает все это освещение. Но это освещение очень условно, потому что в ночи свет от масляного фонаря никогда не мог бы быть настолько ярким. Рембрандт прекрасно это понимает. Ему важно показать, что перед вами свет, который является фактически светом или отражением истины. Когда мы смотрим с вами дальше, на следующее световое пятно, то это плащаница, как раз в которой будет укутано тело спасителя. А самая интересная часть находится с правой стороны в правом углу, которая здесь, к сожалению, практически не видна, но опять же вы можете поехать в орбитаж, посмотреть, убедиться в том, что это так оно и есть. Что это за часть? Это единственный персонаж, который устанавливает с вами зрительный контакт и тот персонаж, которого обычно на этой картине не очень-то и замечают, потому что он находится в тени. Это собака в кустах чертополох, смотрящая прямо на вас, один из фактически символов дьявола. Именно он единственный, кто устанавливает зрительный контакт с тем человеком, который смотрит на картину, причем где бы перед картиной вы ни стояли. Он как будто судит за вами. Дело в том, что подобным образом Рембрандт хочет показать одну простую историю. Если мы говорим с вами про религию, про веру, то вера — это прежде всего свет. Мы не можем измерить с вами степень темноты, мы можем измерить с вами только степень отсутствия света. То есть абсолютная темнота — это не какая-то физическая величина. Темнота — это абсолютная темнота, это просто отсутствие света. Так же, как показывает вам Рембрандт. То есть, с одной стороны, вот у вас приобщение к тайне, соответственно, к тому, как снимают тело спасителя, которое по-хорошему само излучает свет, куда ваш взгляд скользит дальше в плащаницу, менее освещенную, и дальше идет, соответственно, направо, там, где находится толпа людей, в том числе Дева Марии, которая там чуть ли не мертвая, но бледная, падает в виде, как ее сына снимают с креста. И там вы видите вот этого персонажа, который следит за вами, как будто задавая вам такой безмолвный вопрос. Поняли ли вы то, что вы увидели? Дело в том, что именно Рембрандт подобным образом выстраивает картины. Он в плане композиции, в плане деталей, в плане символики действительно один из величайших мастеров, которые только были. Причем на каждую историю он всегда пропускал через очень много личных факторов. Это, по-хорошему, тот художник, который действительно показал, что искусство не может быть оторвано от личности создателя. Но всегда должно идти напрямую, что тот человек, который создает картину, он должен вкладывать каждый раз в то, что создает нечто свое. Он не может просто рассказывать историю. Он должен рассказывать его через призму личного восприятия. Именно поэтому очень многие шедевры Рембрандта, так или иначе, особенно написанные на религиозные сюжеты, связаны с различными перипетиями в его жизни. То есть, когда мы говорим с вами, например, о жертвоприношении Авраама, тоже выставленном в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже, то эта картина была написана им в тот момент, когда умирает его первенец, сын Роберт. Во многом он предает Аврааму частично схожие черты с собой. Когда мы говорим с вами о, например, его другой известной картине, тоже хранится в Эрмитаже, называется она Давид и Иоаннафан, то в виде Давида он изображает свою умершую на тот момент уже жену Саскию, а в виде Иоаннафана изображает самого себя. Это по-хорошему его автопортрет. Это не тот прием, который создается Рембрандтом. Уже до этого момента художники пользовались подобными элементами, но именно Рембрандт пользуется этим мастерски. Что нам открывают, что открывают перед нами эти знания? Во-первых, и контекст эпохи, во-вторых, и совершенно другой взгляд на биографию автора. И текст, который мы начинаем считывать с картины, он становится в разы интереснее, потому что мы понимаем, что перед нами не просто пересказанная история, а во многом эта история становится очень личной, называющейся практически у каждого человека. Но двинемся с вами дальше. Вот эта картина, как раз, которую я хотел поговорить отдельно. Почему? Потому что эту картину можно увидеть в неизмененном виде. Ее можно увидеть так, как хотел представить ее сам Микеланджело Меризе Токараваджо, когда создавал ее как оформление алтарного образа. В чем здесь состоит особенность? Как вы должны смотреть на эту картину? Ведь от расположения в пространстве зависит очень многое. Нужно не забывать, что на тот момент речь идет про начало 17 века. Идет активное противостояние между скульпторами и между художниками. Как, впрочем, и на протяжении всей, наверное, эпохи Возрождения. Оно состояло в том, что художники говорили о том, что они могут всегда использовать краски. Их же выпись красочная. Скульпторы красок не имеют. Мрамор в основном белого цвета. Это считался античный идеал, хотя на самом деле нужно понимать, что греки, например, статуи раскрашивали. Греческие статуи не были белыми, просто с течением времени краска со мной слезла, и поэтому уже в эпохе Возрождения ошибочно воспринимали, что греки считали белый мраморный цвет идеальным. Скульптура, в отличие от живописи, работает в трех измерениях. Вы можете обойти скульптуру. Для скульптуры очень важен свет, потому что в зависимости от того, с какой стороны он падает на ту или иную композицию, могут меняться эмоции, которые представлены в скульптурной композиции у героев. Может меняться в целом все восприятие, потому что по-хорошему главная задача скульптура состояла в том, чтобы не просто изобразить вам какое-то творение или какую-то аллегорическую сцену, а еще и в том, чтобы показать, что эта сцена может существовать во времени. Поэтому изначально, например, те же самые греки, они скульптуры выставляли вообще на площадях, они были в единичном образе, и с течением, например, дня вы всегда по-разному одну и ту же скульптуру воспринимали, потому что она производила на вас разные эффекты. Караваджо же хочет вам показать, что да, как бы картины есть в красках, у них нет вот этого третьего измерения, но это не значит, что вы не можете проламывать эту четвертую стену, потому что может создаваться ощущение, что картина буквально вываливается из своих рамок, если сделать нужное кадрирование и нужным образом эту композицию расположить. Когда мы смотрим с вами на положение вокруг, мы должны понимать, что когда вы подходите к этой картине, она находится на уровне чуть выше вашей головы. Вы не подойдете к ней так, чтобы она находилась прямо перед вами. По сути дела, получается такая история, что вы, подходя к этому полотну, понимаете, что Христа как будто кладут к вам в гроб, а вы смотрите на него из гроба, куда и опускают его тело. Смотря на это таким образом, вы понимаете изначальную задумку того, что есть. Почему? Потому что жизнь человека, живущего без веры, она, в общем, напоминает собой жизнь в смерти, потому что, согласно христианской традиции, как происходит подобное изменение? Если человек верует, он, соответственно, получает жизнь вечную. Соответственно, смерти для него не существует. И ваше совершенно другое восприятие от всей этой истории, когда вы понимаете, как в данном случае при помощи просто композиционного решения, размещения картины художник на самом деле говорит с вами. И в зависимости от того, как вы смотрите на это полотно, с какой позиции, вы либо считываете эту информацию, либо вы ее не считываете, потому что она просто не видна. В этом отношении, еще раз говорю, насколько важно располагать картину именно в том виде, в котором прежде всего предполагал это делать сам художник. Естественно, что тема христианства, она активно была задействована не только в... прожала вообще на протяжении всей истории существования европейской живописи, практически во всех странах. И нужно понимать, что, например, русское изобразительное искусство в определенный момент очень много берет от европейского изобразительного искусства. Нужно понимать, что многие русские художники действительно едут учиться в Италию, и именно Италию считают одним из таких цветочей в изобразительном искусстве. Там тот же самый Николай Ге, тот же самый Карл Брилов, огромное количество художников из России, которые действительно уезжали в Италию, и именно там создавали свои картины. Именно в Италии, например, они искали натуру, как история с тем же самым Поленовым, который создает свою знаменитую картину в оригинале, называющуюся «Кто из вас без греха?» Церковная цензура это название запретила, и в итоге картина была названа «Христос и грешница». Весь оригинал для того, чтобы его создать, Поленов пишет в Иерусалиме весь пейзаж. Но когда ему нужна натура, ему нужны люди в этой картины, он едет в Италию, и в Италии просто зарисовывает разных людей, которых встречает на улице, и из них создает вот эту вот будущую галерею образов, которая будет представлена на его полотне. Так же, как в определенный момент делал Иванов, куда он создавал свое явление Христа народу. Там, кстати, он даже Гоголя успел изобразить, который часто в то время тоже жил в Риме и часто наведывался в его студию. Нужно понимать, что изобразительное искусство эпохи Возрождения и эпохи Барокко с уже 17 века действительно оказало на русскую живопись очень серьезное влияние. И как бы Крамской, следующая картина, которая у нас представлена, Иван Крамской и его «Христос в пустыне». Как бы Иван Крамской не хотел от этой традиции отойти и полностью посвятить себя прежде всего реализму, потому что именно в абсолютной реалистичности Крамской видел одну из главных задач изобразительного искусства. Ну и не будем забывать, что вообще в изобразительное искусство Иван Крамской приходит не с самого начала, он вообще изначально занимался фотографией. И фотография в жизни и творчестве Крамского играет огромное значение. Он начал свой путь с того, что он ретушил ролл фотографии, уже потом сумел поступить в Академию искусств, но наработки по фотографиям использовал в своем творчестве всегда. То есть именно в артель свободных художников впервые был куплен фотоаппарат, благодаря которому портреты начинали создаваться быстрее, потому что они писались уже по фотографиям. Именно это позволило ему, например, переносить мельчайшие оттенки эмоций, которые были запечатлены фотографиями, потому что модели уже не приходилось настолько долго позировать. Именно это было его стремлением изобразить максимально реалистичную историю. Тут возникает вопрос. Если мы говорим, что, например, во времена Рембрандта и Караваджа мало кто вообще сомневался в том, что история Христа реальна, то середина 19 века это уже совсем не то время. Это не то время. Почему? Потому что в библейской истории возникли уже огромные сомнения. Не будем с вами забывать, что именно в середине 19 века у нас выходят и труды Чарльза Дарвина, и создается огромное количество произведений, которые вносят такой же научный скептицизм в христианскую историю. Из-за чего для многих художников в особенности второй половины 19 века одним из ключевых моментов становится тема богоискательства. Если они даже не сомневаются в истории, рассказанной в Библии, в любом случае они понимают, что то, что рассказывается им с кафедры священников, это совсем не то. Особенно, если учитывать российские реалии и в частности то, что в России на тот момент церковь была абсолютно подчинена государству, потому что по-хорошему представляла из себя государственный институт. Церковью управлял глава священного синода, это был по сути дела правительственный чиновник, назначавшийся императором. Когда мы смотрим с вами на эту картину, мы понимаем, почему она вызвала такую бурную реакцию. Дело в том, что до этого момента Христа всегда изображали каким? Его всегда изображали с определенным блеском, с определенной славой. Мы понимаем с вами, что никто во всяком случае не пытался бы сделать хоть какие-то намеки, например, на тех же самых революционеров. А Крамской это делает, потому что его Христа связывали именно с нигилистами. Делает он это за счет того, что изображает его максимально печальным, показывает вам его стоптанные ступни, без какого-либо блеска, без всего, и самое главное, показывает вам абсолютно безжизненный такой мертвый пейзаж. Эта картина не вызывает какого-то прилива религиозного восторга. Она скорее заставляет вас сочувствовать тому человеку, который находится перед вами. У вас нет ни одного намека на то, что перед вами вообще бога-человек, перед вами просто обычный человек. и если вы не знаете, что это за фигура, то соответственно весь контекст тоже начинает восприниматься совершенно иначе. Но больше всего, пожалуй, в теме боговискательства и всех подобных историй сумел поднаторить Николай Николаевич Ге. Эта картина не просто была запрещена, не просто была названа Александром Третьим Бойней, ее отказывался покупать даже Третьяков. Несмотря на то, что Третьякову гневные письма писал Лев Толстой, говоря, что вообще вам надо ее купить, ее не показывали и после смерти Николая Ге картину за наследие очень сильно боялись. Часть картин была сохранена в Ясной Поляне у Льва Толстого, а потом уже детьми Николая Ге была вывезена за границу. И сейчас эта картина находится во Франции. Она в 80-е годы перекочевала в музей Арсе. Впервые там оказалась как раз на международной выставке. Причем во Франции картину располагают в зале, посвященном натурализму, рядом с залом экспрессионизма. И нужно понимать, что история Николая Ге это история одного из самых странных и уникальных художников вообще среди всех русских художников, потому что начиная как такой убежденный реалист, казначей общества передвижников, человек, который создавал такие вот знаменательные полотна по исторической живописи, в определенный момент увлекшись философией Льва Николаевича Толстого, отойдя традиционных христианских верований, он решил удалиться на далекий украинский хутор в Черниговскую губернию. И там уже в отличие от блеска Петербурга, в котором он жил до этого, занимался в основном тем, что клал печи и создавал картины на страстной цикл. Создавал картины, которые во многом предвосхищали вообще всю живопись 20-го столетия. Яркий пример это, допустим, его картина Голгофа, она сейчас представлена в Третьяковской галерее. Если не были, обязательно сходите, сходите в зал Николая Ге, просто посмотрите на то, как выполнена вся эта композиция, которая считается незаконченной, на самом деле только считается. По-хорошему это завершенное полотно. И посмотрите, что он там делает, насколько сильно это соответствует изобразительному искусству уже начала 20-го века, и как Ге на исходе своей жизни, он был уже стариком, предвидел очень многие моменты в развитии изобразительного искусства. Когда мы смотрим с вами на эту картину, мы понимаем, что здесь есть несколько удивительных вещей, которые с точки зрения стандартных изображений у нас, ну, мягко говоря, ну, они выглядят непонятными, да, то есть любой классический художник, он, посмотрев на это полотно, сказал, что он вообще делает, зачем. Это пример с кадрированием, да, то есть смотрите, Христос у вас находится ниже. Два разбойника, которых тоже распинают, они находятся по сторонам, но они обрезаны, вам их не показывают напрямую, потому что центром я хочу оставить именно Христа. вы видите одну фигуру, которая выгибается вверх, да, как будто устремляется вверх, другую, которая смотрит на спасителя, причем смотрит как? Сверху вниз. У Христа вы видите только крик, обращенный наверх, это, по сути дела, выражение таких абсолютных страданий, причем действительно максимально нутралистичных, то есть когда Александр Третий говорил о том, что эта картина, это бойня, он в этом отношении был прав. Еще одна фигура, написанная почти прозрачно, это фигура Центуриона, которая уходит как раз от всей этой композиции. Так же, как хочется на самом деле уйти и вам, потому что на это откровенно неприятно смотреть. Но именно увидев это полотно, Лев Николаевич Толстой расплакался, говорил, что так оно все и было, обнял гей, сказал, что вообще вы должны писать как можно больше, потому что только вы видите всю правду страстного цикла, такой, какой она была, и имеете дар и мастерство для того, чтобы это изобразить. Это действительно та картина, которая требовала от Николая Ге, ну, просто нечеловеческих усилий. Он создавал ее больше 19 лет. Вот именно раз пять. Переписывал очень много раз варианты различных холста, просто срывал, бросал, ходил по ним, а поэтому остались даже варианты, где там отпечатки ботинок художника есть. И только этим вариантом остался более-менее доволен, причем мучил всех своих моделей, которые позировали ему для этого образа, потому что он набирал просто мужиков со своего хутора, привязывал их к крестам, потому что им платил, и заставлял их так висеть ну, несколько часов, чтобы они подвымотались, и чтобы они уже молили о пощаде, и только тогда их начинал писать. Когда ему бросили упрек, почему ты так поступаешь с моделями, он сам себя приказал привязать к кресту. Привязал к кресту, чтобы все это очки идти, потом сам садился писать. Только после того, как на себя ощущал, что же это на самом деле могло быть. А все это только для одной детали. Ему очень хотелось действительно показать. Не какой-то измененный образ. Ему очень хотелось показать, как все это могло быть на самом деле. Что должен был перенести человек, который переживал вот такую казнь, и как это могло бы выглядеть. Эта идея не просто его занимала, а уже в конце жизни именно его страстной цикл становится тем, что не просто будет находиться под запретом, не просто будет вызывать опасность для семьи художников, потому что картины действительно могли изъять, их приходилось прятать, а он не мог их выставить. Но то, что на самом деле во многом подвесчало в принципе все развитие изобразительного искусства. Вот если мы с вами посмотрим даже на эти сравнения, вот такой вот натурализм у Николая Ге, совершенно жуткий, наоборот, реализм Ивана Крамского в плане того, что он показывается просто обычный человек. У Микеланджело Краваджи, несмотря на то, что он все время был реалистичным, здесь главным является именно композиционное решение, то есть как это представлено. То, что тело кладут буквально к вам, и то же самое композиционное решение достаточно спокойное у Рембрандта Ван Рейна. Вот как-то примерно так. У меня, наверное, первый вопрос, когда вы начали с того свою лекцию, что вы учились смотреть на картины. Вообще, насколько это необходимо правильно смотреть и где этому учат? Нигде. К огромному сожалению, этому не учат нигде, потому что это больше приходит с опытом. То есть есть, например, ряд специалистов, очень нравится, например, как представляет картина Саймон Шама, потому что он дает очень интересные связи с историей, да, и разбирает, он сам по образованию историк, а не искусствовед, и он разбирает именно историческую эпоху, и потом дает это в сравнении с картиной, как это отражалось, и это уже заставляет на картину взглянуть немного иначе. А вообще, конечно, лучше всего смотреть на картины учит кинематограф хороший, потому что когда ты понимаешь, как режиссер выстраивает кадр, вот ты видишь похожие же элементы уже потом в изобразительном искусстве, потому что понимаешь, что да, у режиссера в кино есть все-таки пролонгированное время, когда он может что-то показать, у художника этого нет, но задача состоит примерно в том же самом. То есть в этом плане, например, ну вот один из лучших таких моментов по обучению, это классика кино, это Тарковский и Стэнли Куприк, потому что они замечательно разбирались в истории изобразительного искусства и умели выстраивать кадр таким образом, что ты понимаешь, что у тебя глаз действительно цепляется все время за какие-то детали, и то, что кадр с тобой говорит, что бы ты ни делал, ты можешь просто выключить звук, ставить на паузу, ты понимаешь, что тебе туда интересно смотреть, ты понимаешь, что перед тобой открывается какая-то история, и художник с тобой говорит уже просто визуальным изображением, и дубые настоящие мастера изобразительного искусства, поскольку у них не было возможности озвучить, снимать, хотя пытались, то же самое Верещагин, он все время делал музыкальные композиции для своих выставок, и почему сейчас, например, выставка Верещагина уже не та, потому что по факту там все время исполнилась живая музыка на рояле с определенным освещением, Верещагин даже рамы для своих работ подбирал сам, и все это имело абсолютно другой эффект, потому что главной задачей изобразительного искусства было как раз сломать эту четвертую стену между произведением и зрителем, и каждый художник решал, как именно это ему сделать, поэтому здесь, наверное, больше надо учиться самому. А надо ли? Ну, жизнь так интереснее. Потому что понятно, что сейчас в условную Третьяковку все приезжают в Москву, ходят, чтобы для галочки. Все, сходил, на Мунка вот сходил, там еще. Это будет намного интереснее, понимаете, в жизни жить не так одиноко, если ты понимаешь, что многие вещи уже были, многие чувства, которые, возможно, переживал ты, они не просто было уже рассказано, а о них было рассказано в том виде, в котором ты себе даже не представлял. Это не просто делает глубже твою связь с историей, то есть что есть человек без истории? Это в принципе ничто. человек, который умеет так или иначе обращаться к прошлому, видеть в нем какие-то общие мотивы, моменты, понимать это, не просто обладает более широким кругозором, элементарно жизнь становится интересней, потому что твоя жизнь, как бы она уже не существование, о жизнь. То есть ты и думаешь чаще, и рассуждаешь лучше, счастливее не делает это, наверное, даже наоборот, но интереснее. Поэтому здесь уже как бы индивидуально от желания каждого зависит. идея для целого, наверное, может быть, отдельной лекции, а может быть, и цикла лекций пришла просто на ум, когда вот вы упомянули Тарковского и про фильмы. То есть связь художественных произведений с фильмами бывает совершенно очевидна, когда, ну понятно, режиссеры, они люди великие, начитанные, насмотренные, да, и порой в фильмах просто видишь реально вот копия картины, да, в том же Солярисе. Возвращение блудного сына. Да, в Солярисе. То есть Возвращение блудного сына. То есть мне кажется, это вообще была бы очень интересная лекция вот по сопоставлению. То есть очень много же таких моментов. Думаю, что там можно. Тебе интересное вполне. Спасибо вам большое. Я сейчас просто вообще очень хочу, у меня такая идея созрела, значит, оформляется сделать книгой или серия видеороликов, потому что видео, наверное, это будет показать намного нагляднее и удобнее, по русской культуре 19 века. Такой глобальный просто глобальную картину, потому что это один из самых интересных этапов развития русского искусства. Это тот момент, когда выстреливает русская литература, это колоссальный момент для русской живописи, для русской музыки. и тот момент, который, ну, у нас вот есть какие-то отдельные имена, и никто не говорит о том, как с этим взаимодействовали меценаты, как эти художники общались друг с другом, каким взаимодействием они находились. То есть, никто не представляет такую вот прям глобальную картину, как это на самом деле все создавалось. Да-да-да, и я хотел просто сделать, да, вот такую вот огромную тему, да, о том, в каких взаимодействиях все они находились, как переплетались виды искусства разные совершенно, да, как это было связано с деятельностью меценатов, и как произошел вот этот вот рассвет колоссальной русской культуры девятнадцатого века, который до сих пор там считается одним из лучших золотых временем, да, потому что подобного уровня, ну, наверное, так мы уже и не достигли, да, мы все время ориентировались на то, что было тогда, и не случайно это время оно и названо золотым веком. Но при этом вот таких у нас есть по отдельным знаниям, да, то есть есть, например, по там литературе подробные разборы, ну, например, о том, как все это сочеталось, да, как сочеталась музыка, литература, изобразительное искусство, как те люди друг с другом общались, где они общались, как это было представлено, ну, этого пока я лично не встречал. я хотела узнать, вот вы как историк искусства, понятно, что там расцвет был в 19 веке, а интересуетесь ли вы современным российским искусством, и если да, что именно интересует, на кого обращаете внимание, кого бы посоветовали? Знаете, я знаком с многими художниками по роду деятельности, я не очень посещаю современные различные выставки или еще что-то, но я в этом плане просто немножко старовер, я не сноб, но немножко старовер, вот, особенно я просто хорошо понимаю, как многие подобные вещи делаются, исходя из того, что сейчас когда ты представляешь какие-то картины, в серебе достаточно придумать описание, да, потому что современное искусство, оно не претендует на то, чтобы быть понятным, оно претендует на то, чтобы быть элитарным, вот, а чтобы представить нужное описание, что хотел почувствовать художник, это на самом деле работа уже не художника, который может делать практически что угодно, вот, а эта работа уже больше искусствоведа, ну, точнее, человек, оформитель выставки, который все это дает, есть несколько художников, которые мне очень нравятся, я обожаю картины Александра Женоклюева, например, это действительно, на мой взгляд, очень большой мастер, не очень оцененный сейчас в России, вот, но мастер работ, которого будут еще там говорить спустя время и время, и действительно тот художник, который видит, который видит, чувствует композицию, чувствует цвет, понимает, как работать, вот, но у него вот картина, как раз, ну, на актуальной Москве он часто участвует, но сейчас в последнее время из-за пандемии как-то с выставочными пространствами уже не очень. Спасибо. Раз уж мы, кстати, заговорили о выставках и о экспозициях, правильно ли я понимаю, что в предисловии книги вы говорите о том, что в музей стоит приходить всего ради одной или двух картин за раз? Да. Это в принципе, что там есть посмотреть или надо приходить несколько раз ради разных картин? Смотрите, это не все, что там есть, потому что, если мы берем, например, там Эрмитаж или Третьяковку, то даже там тот же самый русский музей, это колоссальное собрание, просто огромное. Но нужно понимать, что разные картины, каждая картина, это свой текст, это свое настроение. Если ты хочешь, это полностью прочувствуй. Смотрите, например, один девятый вала Ивазовского это картина, которая производит прям очень большое впечатление, на которую на самом деле можно просто сидеть часами, потому что ты как раз видишь, насколько оно работает. Но если ты после девятого вала Ивазовского тоже бежишь в другой зал и смотришь на что-то уже с совершенно другим настроением, ты в итоге перебиваешь свое первое впечатление. Поэтому в музее нужно ходить регулярно, постоянно, но на разных художников разные... Но за раз мы смотрим. Да, ну за раз можешь отсмотреть одного художника, если до этого момента уже прошел своего биографии. Просто для того, чтобы картины, эмоции и все остальное воспринимались лучше. Вот яркий пример. Даже с тем, что иногда один художник не считывается. Вот Третьяковская галерея Василий Перов. А Василий Перов, он очень неоднородный мастер, да, потому что есть всем известная картинка, например, «Охотники на привале» или его «Тройка», которые такие показательные картины реализма. А есть, например, его «Христос» в Гефисиманском саду, есть его «Утопленница», которая производит уже совершенно другой эффект. И этот эффект очень сильно разрушает вот это вот первое впечатление, которое создается теми картинами, которые долгое время в массовой культуре прям вот популяризировались и продвигались. Начиная со средней школы в том числе. И ты для себя этого мастера открываешь совершенно иначе. Поэтому иногда даже просто на отдельную картину стоит приходить. То есть, допустим, если ты идешь в Рикс-музеум, ты понимаешь, что в Рикс-музеум ты можешь прийти в принципе только на ночной дозор. И потом пройти еще по каким-то другим картинам. Понимаете, что не у всех есть такая возможность, но это как идеал некий. Если есть возможность ходить в музей долго. Вот это лучше, конечно, так по отдельности все это. Вот мы сейчас рассматривали картины, в принципе, связанные с Христом. У меня в связи с этим такой вопрос. Получается, что XX век фактически обрезает данный сюжет, дальше картины про Христа и продумывание, скажем так, вот этого направления сюжета уже кончаются или какие-то есть все-таки варианты. И художники, которые серьезно именно рассматривают эту тему. Спасибо. Есть художники, которые продолжали традицию, но просто мы говорили с вами про Россию. Естественно, что в России с приходом советского времени любая тема религии застопорилась. Например, те же самые во многом образы, связанные с религией, они фигурировали на картинах Пабло Пикассо просто уже по-своему. Нужно понимать, что Пабло Пикассо человек, который очень хорошо подкован в истории изобразительного искусства, который великолепно разбирался в особенности в истории испанской живописи и в том, что его голубой розовый период делал постоянно отсылки, например, к тому же самому Эль Грека. Эль Грека это все насквозь религиозная живопись. Любой художник, так или иначе, ну, то есть, тема стала не то, что меньше актуальна. По этой истории высказывалось уже просто такое количество мастеров и столько раз, что, ну, сказать им какое-то новое слово, да, становится уже очень сложно, поэтому многие художники перепозировались на другое, хотя все равно там те же самые религиозные мотивы, они все равно присутствуют. Но там один из моментов, тоже сейчас есть такой современный художник, Иван Коршунов, у него, например, это все везде и всегда. в изобразительном искусстве, поэтому, ну, нет, не ушло, просто сейчас стало намного больше картин, да, намного больше тем, сюжетов, всего остального, в том числе с возникновением абстракции, абстрактной живописи и ее развитием, когда, в принципе, история изобразительного искусства пошла уже в другую степь. Как вы считаете, что будет с изобразительным искусством в будущем? То есть у нас с появлением техники, фотоаппаратов, это все гораздо доступнее, и останутся ли вообще художники, или это реально все идет в абстракцию и восприятие как каких-то нереальных образов и так далее. Спасибо. Вы знаете, я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я не Господь Бог, и я не вижу в будущее. Но определенные предпосылки есть, то есть явно это будет просто возникновение новых образов искусства, то есть мы понимаем с вами, что та же самая живопись все равно всегда шла в ногу со временем. То, что почему картина, например, мастеров эпохи Возрождения настолько сильно отличается от картины 19 века. Потому что в 19 веке художники уже покупали краски, в эпоху Возрождения делали их сами. И любая там мастерская художника, это была, по сути дела, мастерская химика, которая должен был еще и сам себе создавать весь свой инструментарий, потому что нигде он ничего подобного купить не мог. Соответственно, были подобные эксперименты с цветом, эксперименты с составами краски, со всем остальным. Искусство как способ выражения человека, оно никуда не денется. Просто другой вопрос, что оно может быть в цифровом виде, в любом другом виде и с развитием техники. А с учетом того, что сейчас техника развивается вообще семимильными шагами, то представить, как это будет выглядеть, например, при воздействии еще искусственного интеллекта или еще что-то, ну, это очень сложно. Но то, что это наверняка будет, и наверняка будет какая-то просто новая форма, да, так оно и есть. Кстати, о новых формах, по-моему, совсем недавно была информация о том, что, не помню, какой скульптор, втюхал невидимую скульптуру. Причем сказал, что какие должны быть условия, где она должна стоять, какие должны быть потолки, в каком парке, возможно, она в частном владении стоять, и кто-то даже подкинулся и купил ее невидимую скульптуру. Ну да, это нормальная абсолютно история. Ну то есть сейчас, когда ты занимаешься продажей предметов изобразительного искусства, ты очень часто поддаешь воздух. Вот и все. Ну, то, что касается современного искусства. Вот, это так. Это так. Николай, скажите, пожалуйста, что вас заставляет заниматься тем, чем вы занимаетесь? Ну то есть, изучение искусства, вы сказали, что так просто жить интереснее, а именно делиться, писать книги, читать лекции, создавать видео. Что вами движет, какая-то идея, мысль, чувство, ощущение? Ну, смотрите, я диплом педагог. Я в определенный момент выбрал такой путь. Ну, как-то так вот произошло. можно здесь говорить еще много красивых слов, что вот у меня был выбор стать врачом или стать педагогом. Я послушал одного умного человека, который мне сказал, что врач лечит тело, а педагог лечит душу. Я ему поверил, но это будет слишком красивая история, поэтому мы не будем ее приводить. Просто в определенный момент мне нравилось рассказывать о том, что, к чему я испытываю любовь. Мне всегда нравилась литература, я понимал, что самое любимое занятие, которое у меня есть в жизни, это лежать, читать. Читать книги, читать и писать их, привлекать во все это. А если я могу сделать это в своей профессии, когда вся твоя работа стоит в том, что ты можешь лежать, читать, узнавать, это же прекрасно. Когда речь идет о том, чтобы заниматься на такой же крупной деятельности, я долгое время работал в институте. Но когда ты работаешь в институте, ты понимаешь, что у тебя есть определенные ограничения. То есть, это ограничение программы, это ограничение, то, что приходят многие люди, которым просто это неинтересно. То есть, заставили их туда согнали, ты понимаешь, что ты работаешь в никуда. Потому что, ну, ты говоришь, а это как бы нафиг никому не надо. Ну, не никому. Всегда найдутся люди, которым будет интересно, но части людей нет неинтересно. При этом, ты все равно ограничен рамками аудитории. Если делать это через интернет, у тебя аудитория намного шире, благо, сам современные технологии позволяют в этом плане общаться с намного больше аудиторией, рассказывать информацию так, чтобы это было интересно. Фактически, это выполнение той же самой функции, но уже просто вот в другом формате. Ну, и опять же, находите киномышленников, потому что вас сюда не заставляли, под дулом пистолета не переводили, вы сами пришли, несмотря на 35-градную жару, и пришли на эту лекцию, пришли на эту встречу. Кстати, о музеях, и хочу все-таки с книгой зациклить. Это помимо того, что ходить надо за раз на 2-3 картины, надо ли ходить подготовленным, читать в том числе книги, читать о художниках, читать о картинах. Ну, конечно. Ну, то есть, чем больше ты информации знаешь изначально до того момента, когда ты туда пошел, тем картина будет больше говорить, ярче говорить. Меньше будет возникать каких-то вопросов. Когда ты идешь, например, смотреть Босха, кстати, да, в этом отношении очень интересно, то есть, Босха лучше всего смотреть не в оригинале. Это такое... Я обычно все время радую за то, что все нужно смотреть в оригинале, но не в отношении раннего Босха, потому что картины достаточно старые, очень сильно разбросаны по миру, а Босха нужно трогать. Вот Босха и его картина, это один из самых тактильных художников вообще, потому что ты должен понимать, что перед тобой три психи, которые он делал, а это в основном религиозная живопись, то, что их надо смотреть с разных сторон, то, что ты должен смотреть на нее с закрытыми створками, с открытыми створками, читать как книгу, то есть, подходить максимально близко. Ну, просто из-за условия того, что картина очень старая, ты не можешь, например, в Прадо так сделать с тем же самым садом земных наслаждений, поэтому для того, чтобы, например, проникнуться в Босху, лучше ехать в его родной город, в Хертоген Бос, и там вот арт-центр Иранима Босха, где как раз тебе ничего не запрещают трогать. То есть, вот выставлены все картины, которые остались от Босха, каждый можно подходить, рассматривать детали, там очень хорошо сделаны эти копии, можно закрывать створки, открывать створки, что угодно с ними делать. И все это еще в заброшенной, в старой церкви сделано, то есть, в погружении. Максимально антуражно, да. И действительно, начинаешь по-другому продумывать. Это, кстати, история о том, как вообще, в принципе, оформлять выставки, оформлять пространство, потому что вот в родном городе Иронима Босха, несмотря на то, что там не осталось ни одной картины оригинала, но там находятся очень классные исследовательские центры, которые занимаются именно исследованием Иронима Босха, которые действительно раскопали там огромное количество информации про его полотна, про то, что на полотнах изображено, то, что, например, на русский, ну, не очень часто переводят, точнее, вообще не переводят. Вот. То есть, серия тех моментов, что, например, там у Босха, ну, на картинах есть такой откровенный product placement, ну, вот, что он там, несмотря на свою религиозную живопись, в общем, ждал с того, чтобы продвинуть каких-то своих товарищей в городе других, вот, делая это в таком достаточно оригинальном виде, то есть, ну, действительно интересная информация, которая тоже позволяет на это иначе немного смотреть, но, которую вот у нас не популяризируют таким образом, ну, не переводят просто, да, с голландского языка, с английского, труды многие, ну, потому что там, это, опять же, запрос больше в плане истории. Да, в начале своей лекции вы сказали о том, на каком авторе вы учились смотреть картины, а есть топ любимчиков картин, авторов на данный момент? И меняется ли этот топ вообще? Ну, абсолютно топ, это, конечно, конечно, Рэмбант Ван Рейн. Вот, вообще, в принципе, мне нравится очень история голландской живописи, то есть, это и весь Золотой век, это и Вермиер, это более ранние мастера, и Прейкель, и старший, да, и Босх, естественно, вот, и Пикассо, тоже, уже, всяких, более-менее современных авторов. и очень нравится русская живопись, русская живопись. Широк круг. Да, 19 века, это, конечно, да, очень отдельная тема. Вот, единственное, что Карла Брылова не люблю. Меня за это все пеняют, а я его не люблю. Сложилось. Да, любовь не вышла, к сожалению. Сложилось.